через телефон вообще громкий звук даю коров утренняя дойка аппарат у меня молочная ферма мне честно говоря скучно в сарае камеру сюда тащить неохота я подумала что может быть мне дойку на телефон заснять так чё у нас тут бидон бидон это сюда будем сливать молоко вон та чё то черное ведро там у нас отруби с дробленкой белый мешок это опилки аппарат молочная ферма я не знаю уже года два наверно у нас используется мне нравится хороший бидон от аппарата аид 2 коров мы доим вот в этом помещении в сарае здесь больше ничего не делается только дойка происходит здесь три места сейчас покажу ой одно место вон там крайне для коровы в середине для всякого оборудования вот здесь еще как в одно резервное место как видите ясли корову раздолбали когда быков ловили никуда только не залетали вот и в этом сарае мы доим коров коров загоняем каждую по одной то есть не всех сразу а потом аппарат к ним подъезжает а вот так каждая заходит и мы ее боим причем кормим их летом даже хотя хотя они на траве кормим для того чтобы они в сарай залезали сами резервная веревка на всякий случай ногу привязывать есть у меня одна корова которая который не нравится когда я дует она падается чукча подоилась поэтому ее отпускаем и по моему план должна зайти краса сейчас посмотрим кто там придет иди давай все видео естественно будет вот этот аппарат щелкать давай 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 выходи ну давайте заходить кто-нибудь так раз не заходит заходит белая давай 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 заползай заползай соус мою дробленку привязываем начинаем доить я телефон держу я не могу одновременно все делать поэтому телефон придется положить так белый у нас раскорячивался на все место давай двигайся вот так упираешься руками и она двигается все моем время подключаем аппарат аппарат на самом деле присасывается к любым соскам вот эти толстые сейчас он сначала на кончике а потом как молоко немножко стоится вот сюда вот так засовываешь палец и он заползает дальше там же давление вакуум вот благодаря нему в общем он натягивается мы когда первый раз покупали аппарат я боялась что ну коров же разные соски есть вот такие вот малявенькие есть вот такие огромные есть вообще вот такие вот но в принципе он присасывается ко всем хотя раньше на фермах когда отбирали коров под машинную дольку откуда я знаю но я же брала в свое время книжки в библиотеку раз содержание коров с понятно что они печатались в советском союзе вот там коров выбирались по многим признакам например так например например я вот думаю о чем такое давление на силу до слабить немножко вот манометра видите чего показывает это много должна должны доли вы меня выдаиваться равномерно кстати на самом деле важно потому что обычно вот эти передние доли выдаиваются быстрее и получается что аппарат тянет просто воздух тянет и соски повреждаются во всяком случае об этом пишет пишут вот а задние висят дольше причем они тоже выдаиваются неравномерно бывает что левая быстрее правая дольше короче нельзя аппарат бросить и уйти но это во всем случае по моему мнению уйти куда-то чтобы он дает корову потом корову вдруг обнаруживается либо мастит либо еще там чего-то потому что неправильно выдаивается поэтому я вот лично сижу может быть зря сижу но и слежу за этим делом если какая-то доля не выдаивается я беру вот так вот тянул за стакан и она и здесь начинает выдаиваться никогда я не дада его руками все делается аппаратом все нормально да ну и вот и про советский союз я же вам рассказываю отбирали тех коров которые выдаиваются одновременно я правда не знаю где не таких брали но тогда селекция была очень хорошая вот эти коровы сломали все вот эти доски вот эта доска видите вот об которой она чешется в общем это их чесалка до белая чешись чешись вот они в нее постоянно чешутся поэтому там такой весь надломанный край выбирали говорю коров чтобы выдаивались одновременно доли доли вот то про что я вам говорила смотрите передние соски сдаились полностью вот это полностью его видно пустое ведь он в морщинах тут тоже почти а здесь молоко еще есть щупаем вот вот эта доля не сдаилась поэтому поэтому тянем за стакан причем что интересно вон та задняя доля тоже сдаилась а вот это нет и очень если на это дело не посмотрите отпустить корову то раз вот так не посмотришь два не посмотришь а на третий раз она придет с мастиком поэтому надо 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 гаечку здесь подкрутить в принципе можно конечно вот эти стаканы снять но они все равно будут подсасывать воздух вот с этой коровы такой вариант не прокатит видите она высокая и аппарат кстати обратите внимание на сколько сантиметров аппарат над полом висит сантиметров на 20 точно у меня есть коровок которых я кстати хочу избавиться у нее проблема с соском где аппарат вообще на земле лежит у нас так низкая коровы то очень неудобно причем она раньше такая не была она стала такая с возрастом шеи вот от этих мух они сейчас их одолевают мы от клещей избавились энтомозаном брызгали нету клещей но мухи вот оводов у нас нету слепней тоже вернее как но они есть но так чтобы вот скотина от них убегала по сараем нет такого нет мы недавно разговаривали с кем да с еленой как у новой по моему она рассказывала что у них два месяца одолевают оводы и слепни и хоть лесной хутор я прям видела что они попонами накрывают скотину вот от них у нас нет такой такой ерунды нет у нас мошка я уже говорил в течение месяца мошка ну давай уже выдаивайся вот так вот держу и она выдаивается быстрее во всяком случае чем если бы он просто так висел ведь она прям долю уменьшается в размерах как приучить корову к аппарату вы конечно меня простите за то что вот это все щелкает я вам еще раз говорю где-то вот час мне скучно под ним сидеть я вам поэтому видос делаю как приучить корову к аппарату когда мы купили аппарат у нас все коровы естественно доились руками так вот как же приучить я начинала ну коров же меня знали начинала доить руками когда они припускали молоко и общем я уже как бы видела что молоко течет я доила руками потом потихоньку вот присасывал вот этот стаканчик они даже некоторые даже не замечали в это время они естественно ели дробленку они были очень заняты а за дня два до этого так подтягиваем весь аппарат вот так вниз и вперед чтобы выдаивались остатки чтобы вручную не додайвать это называется машинное додайвание а ну вот а за два дня до этого мы включали аппарат просто когда я доил руками включали аппарат для того чтобы они привыкали к звуку и ничего аппаратом доить лучше чем руками в том случае когда у коров соски поранены серьезно говорю потому что когда у коров поранили соски сейчас когда у коров поранили соски ты сцепляешься пальцами за эти рамки вот и нажимаешь вот смотрите видите у него на соске естественно ей больно а когда стаканы присасываются они они же все равно ну как бы на ранку не давят они высасывают воздух вакуумом вот здесь в стакане такие вот штуки они силиконовые вставки короче в этих железных стаканах вот такие вот силиконовые вставки и они под действием воздуха так сжимаются так чпок 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 вот ночью это обмене травматично для нее чем если бы мы цеплялись руками так ладно отвязываем вот эта корова от которой я хочу избавиться потому что она очень проблемная у нее был порез в общем она худая и кормлю лучше всех и у нее с временем проблемам у нее не сдаивается один сосок очень тяжело прям цвырк цвырк цвырка я на ее судьи на полчаса не понял что ты пришла молодая курица пришла и орет вот так корову тоже хочет доится шире стоит ждет своей очереди в общем чтобы сдаете эту долю заднюю про который я говорю что она цвырк цвырк а это вообще ни с той стороны орет оказывается курс и а я руками приходится она не дает ей больно такое чувство чем я не знаю там вроде соски ничего нету но молоко оттуда вообще не идет а чтобы сдаваться руками она начинает драться она начинает бить ногой и вот это все естественно действует на нервы и к тому же это очень долго там никакие руки не выдерживают там прям надо сильно очень тянуть чтобы все это сдаете я не знаю вот муж но и и терпел мне она вообще никак я собираюсь ее сдать и вот так я буду одни сидеть на минут 25 точно сейчас стоит с передней соски вот эта доля задняя про которую я говорю она не сдаивается вообще смотрите тут вообще вот молоко можно сказать не идет тонкой тонкой струйкой видели если вот здесь молоко течет полное видите его видно что она полная то здесь тонкой струйкой даже если я буду тянуть за стакан то есть там у соска непроходимость и представьте вот сколько вот это вот надо сдать получает что я сейчас отстегну вот эти три стакана оставлю один буду либо держать либо положу это каждый раз по-разному и буду ее додаивать но это общем жесть я думал у меня аппарат заклинит пока я и выдавил ну иди сюда дасти веревку с ним он уже коров не выдержал натянул выходить хочет да подожди если за это время мне вдала два ведра было хорошо а то дала там я не знаю литров 15 нами не значит посмотрю ну вот сами видите с пеной вместе но бачок у нас так этот бачок у нас забыла блестящий бачок 22 этот 16 литров кажется ну смотрите сами 14 но это я вчера не сдай его вот этот сосок короче предпоследнее носик и сюда это любит погонять короче говоря любит погонять или чашку или ведро по всей этой кормушке сейчас будет носом ее поддевать так курица замолчи только аппарат выключил ты теперь орешь осталась у меня последняя корова фея оттащил я эти фляги и бачок вот последний поставила и вы знаете все чаще меня посещают мысли еще правда без этого не могу жить не могу обойтись вот эта фляжечка весит здесь 25 литров молока и плюс сама фляга на килограмм ну не знаю сколько но 28 и вот это вот таскать у меня спина болит поэтому я говорю меня посещают такие мысли чует это правда на мне на всю жизнь ну так зашла и нагадила не могла на улице в общем я не знаю единственное что меня еще вот как бы держит около этих коров это то что сыр сыр за это время я все-таки поняла что значит сыр поняла кое-какие секреты вот только из-за этого я еще как бы терплю то что своих коров честным скажу потому что на самом деле мне давно уже не хочу не хочу вот эти фляги не хочу вот эти дойки не хочу ранние вставания держит меня сыр потому что у меня и но появились знания есть оборудование только из-за этого счет и как бы вытерпливаю все все свободны последняя корова так курицы иди отсюда теперь осталось сдать их пастуху издать молоко на молоковоз болите пожалуйста на все про все у меня ушло полтора часа еще где-то полчаса на то чтобы сдать молоко это вот вам такое утро без романтики одна правда про деревенские дела дойки и так далее вот еще одна правда когда мы сдавали быков раздолбали дверь вышли коровы обожрали мне смотреть абрикос эту капусту морковку поели ночью вышли расшатали еще сильнее косяк и вот повредили мне мои грядки вот еще одна правда на закуску хейтером так ладно и всем пока я так подумал что хватит мне вот этого вот как бы всех этих реалий не очень хороших пойду к я сейчас после того как сдам молоко включу мотор пойду к я все-таки себе на сыровар ничего не закажу и всем пока пока Продолжение следует...